МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Горячие выходные. В ноябрьске за субботу и воскресенье два пожара и два серьезных ДТП. Ему все возрасты покорны. Детский парк превратится в зону отдыха для жителей всех возрастов. И ремонт в городском кинотеатре не помеха для любителей кинематографа. Начну с происшествий. Выходные для ноябрьца в прямом смысле слова выдались жаркими. Вечером в субботу 13 июля в дачном поселке Мечта загорелась баня. Огнеборцы прибыли на место вызова уже через 18 минут. К тому моменту баня уже горела по всей площади. В тушении участвовали 12 человек личного состава, три автоцистерны пожарной охраны и один автомобиль добровольной пожарной команды. Однако спасти постройку огнеборцев не удалось. Баня сгорела полностью. Причина пожара – нарушение устройства и эксплуатации печного отопления. А сегодня ночью работать пожарным пришлось уже в самом городе. Горела квартира на Мира 89В. Через 4 минуты после вызова огнеборцы уже были на месте. В результате происшествия огнем повреждены ванная комната, кладовка и коридор. Остальные помещения квартиры лишь закоптились дымом. Незначительно поврежден также подъезд дома. Причина произошедшего – сведения об ущербе, а также виновное лицо – сейчас устанавливаются. Неспокойно было и на дорогах Ноябрьска. Так в пятницу вечером в ДТП пострадала девушка. Происшествие случилось на перекрестке улиц Мира и Изыскателей. Как установили инспекторы ДПС, девушка-водитель Део Матис не уступила дорогу встречному вазу. Водитель отечественного авто не пострадал, а вот виновнице аварии потребовалась помощь медиков. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля Део Матис с 1982 года рождения. С места происшествия она была доставлена в центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. Диагноз – ушиб шейного отдела позвоночника, закрытая травма живота, ушиб грудной клетки. Назначено стационарное лечение. И вечером того же дня на улице энтузиастов в аварию попал водитель Ниссана. Мужчина не справился с управлением автомобиля, съехал на обочину и врезался в забор. Причиной тому, по всей видимости, стало то, что водитель иномарки был не трезв. К тому же мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Он получил незначительные травмы. 100 тысяч рублей за клевету. Жирную точку в весьма запутанном деле на днях поставил ноябрьский городской суд. В начале марта 28-летняя жительница города обратилась в дежурную часть города с заявлением о том, что ее пытались изнасиловать двое мужчин. Однако в ходе доследственной проверки было установлено, что никакого покушения на честь дамы не было. Напротив, мужчины, которых обвинили в столь серьезном преступлении, сами стали жертвами. Друзья мамы-заявительницы их ограбили и избили. В итоге наказание понесут и товарищи-горожанки, и сама женщина. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Обвинение девушки было определено в совершении преступления, предусмотрено статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это заведомо ложный донос. И как сторона обвинения, так и органы предварительного следствия считают назначенное наказание достаточным и соответствующим совершенным преступлением. Начальник ноябрьского департамента по имуществу привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Оно было выявлено после проверки, которую провели сотрудники ноябрьской прокуратуры. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Так, в июне начальник юридического отдела департамента по поручению своего руководителя представлял в суде интересы коммерческой организации, то есть юридического лица, а не органов местного самоуправления. По результатам рассмотрения информации прокурором города начальник НГДИ привлечен к административной ответственности. Кроме того, в адрес главы городской администрации уже направлены соответствующие данные для рассмотрения на заседании по урегулированию конфликтов интересов. Визы между Россией и странами Евросоюза отменят, и, скорее всего, произойдет это в ближайшие несколько лет. Такое заявление сделал посол Франции в России Жан Деглини-Асти. Речь идет об упразднении краткосрочных виз. Это значит, что россияне смогут ездить в Евросоюз без визы на срок не более трех месяцев, так же, как европейцы смогут свободно приезжать в Россию на тот же период. Для того, чтобы это стало возможным, странам необходимо решить ряд технических и политических вопросов. С технической точки зрения должно быть обеспечено высокое качество документов и процедур соблюдения сохранности и конфиденциальности личных данных. И в том, что все страны смогут это быстро, сделать сомнений нет. А вот политические вопросы решаются несколько дольше. Не все страны Евросоюза согласны пускать россиян без виз, и впереди предстоят переговоры, которые смогут это урегулировать, пишет сегодня российская газета. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает работодателям указывать в объявлениях о вакансиях пол, возраст, национальность, семейное положение и прописку претендента. Объявление типа «требуется симпатичная девушка» в возрасте от 18 до 25 лет, теперь противозаконны. В них запрещено указывать требования к полу, расе, цвету кожи, национальности, языку, происхождению, имущественному, семейному и социальному положению. Также нельзя указывать требования к месту жительства, отношению к религии и другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников. Однако, подчеркивают эксперты, есть виды деятельности, где очень важны опыт и возраст. И в этих случаях придется исхитряться, чтобы в объявлении не оскорбить чувства соискателей. Детский парк ждет масштабная реконструкция. Излюбленное место горожан превратится в парк отдыха и развлечений для людей всех возрастов. Здесь появятся аллеи для променада, торгово-выставочные павильоны, а также большой городской каток и даже место для молодоженов. Как все это будет выглядеть накануне, журналистам рассказала глава городской администрации Жанна Белоцкая. Слово Ирине Потехиной. Детский парк больше не будет детским. Точнее, он будет не только детским. В планах их действительно громадьё превратить все эти 44 гектара, сейчас в основном занятых лесом, в зону комфортного и удобного отдыха для горожан абсолютно любого возраста. От грудничков до старичков. Проект парка журналистам представила глава городской администрации Жанна Белоцкая. А между этой презентацией и моментом, когда началась первая, ещё бумажная работа по реконструкции любимого места отдыха ноябрьцев, прошло около двух лет. И сейчас уже наступает момент, когда надо будет заказывать архитектурный проект парка. Наглядно видеть, хотя он сейчас ещё дорабатывается, то есть и краски дорабатываются, и элементы тех малых архитектурных форм, элементы площадок детских, которые мы уже как в проекте планировок предусмотрели. Поэтому наглядно можно уже сегодня посмотреть, что значит наш детский парк будет состоять из двух водоёмов. Вот водоём с переходными мостиками, вот второй искусственный водоём, тоже беседки, переходные мостики, там будут установлены скамейки, может, какие-то ещё малые архитектурные формы, которые позволят прекрасно отдыхать возле воды. Центр предусмотрена также зона для общественных проведений, общественных мероприятий, это вот со стороны Высоцкого. Помимо площадки для городских празднест и романтичных уединённых уголков, из Нового здесь появится множество дорожек и широких аллей для променада, вдоль которых растянутся торгово-выставочные павильоны. А вот чего пока нет на макете, зато уже воплощается в жизнь, это строительство стадиона. Вот в этой зоне у нас строится стадион. Кроме стадиона, понятно, что будут дороги, проходы, проезды, такие, которые будут отвечать требованиям, и будет здесь административно-бытовой комплекс под центр, здание под центр боевых искусств. То есть вот эта зона у нас получится спортивная. Кроме того, в планах здесь сделать главный городской каток, а ещё обустроить место для молодожёнов, чтобы это было красиво, торжественно и удобно. Символических деревьев для скрепления любви здесь посадят сразу три, а то под тяжестью замков нынешнее железное дерево уже не выдерживает. А главным украшением этой зоны станет скульптура святых Петра и Февронии. Зона молодожёнов, то есть та зона, которая у нас сейчас существует, мы её планируем также облагородить, благоустроить. И с владыкой согласован у нас проект памятника Петра и Февронии. И, в общем, вот эту зону для молодожёнов мы как раз хотим украсить вот этой скульптурной композицией из бронзы Петра и Февронии. Ну и, конечно же, детская зона. Она сохранится на прежнем месте. Кстати, переобустройство парка именно с неё и начнётся. Здесь появятся городки, комплексы для совсем маленькой детворы и для тех, кто постарше, и для подростков. Если детям от 7 до 12, примерно это, либо большой корабль, либо кремль какой-то, то есть хочется такие детские площадки, которые на самом деле будут стационарно в эту площадь вписываться, и где дети смогут играть длительное время, то есть с множеством элементов. И ещё очень важный момент. Аттракционы, которые в основном у нас укутаны снегом, теперь планируется сделать в помещении. Если в этом году будет финансовая возможность, первые шаги в переобустройстве детской зоны начнутся в августе этого года. Если не получится, то следующим летом. А масштабное обустройство парка в целом начнётся в 2015 году. Проект дорогостоящий, и финансовых вложений потребует много, но общее мнение, что это того стоит. Кстати, пока не заказан архитектурный проект, жители города ещё могут предложить какие-то идеи для парка. Одна из таких идей планетарий уже утверждена. К взведению объектов в парк власти призывают и предприниматели, только на законных основаниях, без требований к себе каких-либо исключительных условий. Иногда, говорят, у нас такое случалось. А ещё, предваряя возможности недовольства горожан, глава говорит о том, что сейчас у нас парк это большей частью непроходимый лес, а надо его сделать именно парком, красивым и безопасным для всех. Поэтому здесь будет и освещение, и видеонаблюдение, и предстоит вырубка деревьев. Обустраивать, в общем-то, так, чтобы дать возможность деревьям многовековым, он способствует нормальному росту, потому что вот эти мелкие, они будут, скорее всего, вырезаны, удалены и прорежены. Я могу добавить, что территория парка у нас 44,5 гектара. И проектом предусмотрено, что 16% будет вырублено леса для того, чтобы обустроить эти все пешеходные дорожки. У нас здесь поляна сказок, потому что там стоит сейчас в настоящее время просто лес, чтобы можно было поляну сказок, можно было беседки, вот это вот всё разместить. И ещё немаловажный нюанс. В парке предусмотрено 4 входа. Со стороны улиц Ленина изыскатели Советской и Высоцкого. Будет множество парковочных мест для авто и 5 туалетов. В общем, парк для отдыха и только отдыха. Комфортного для всех. Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города. После бурных обсуждений и споров ямальские власти всё-таки ввели обязательную школьную форму. Уже с начала учебного года все школьники региона будут обязаны посещать образовательные учреждения в единой форме. Правда, цветовую гамму и фасон будет устанавливать администрация каждой школы в отдельности, опираясь на мнение родительских комитетов и самих учеников. Однако родители ямальских школьников выступили против таких нововведений. Дело в том, что заказанная на массовый пошив школьная одежда будет производиться в исправительных колониях Харпа. И многих такой вариант не устраивает. В итоге стороны сошлись на компромиссе. Колонии будут шить только тем школам, которые согласятся на такой вариант. Ещё одной темой недовольства родителей стала стоимость одежды. Так, для девочек она обойдётся в 3 тысячи рублей, а для мальчиков в 2 с половиной тысячи. Ну а далее в выпуске коротко о спорте. Столичный ЦСКА в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России, обыграв питерский «Зенит» 3-0. Финал прошёл на арене «Олимп-2» в Ростове. На пятнадцатой минуте матча отличился японский легионер Кисуки Хонда. В середине первого тайма счёт удвоил Игнашевич и в самой концовке матча на восемьдесят шестой минуте вновь гол забил Хонда. Наставнику армейцев Леониду Слук кому впервые за 2 с половиной года удалось переиграть своего коллегу Лучано Спалетти, который первый раз за всю карьеру в питерском клубе не выиграл ни одного титула за сезон. В составе «Зенита» итог финальной игры за Суперкубок согласился прокомментировать вернувшийся из Баварии Анатолий Тимощук. Проиграли, потому что соперник был сильнее. Это спорт и так бывает. Но мы не вешаем носа. «Зенит» — дружная команда и должна двигаться вперёд. Нам предстоит провести разбор матча, чтобы понять, почему поражение получилось таким крупным. «Скорости мы не уступали, правда, с реализацией моментов были проблемы. Но мы исправимся в чемпионате», сказал Анатолий Тимощук. В чемпионате России, который стартовал накануне, установлен новый рекорд скорострельности. В минувшее воскресенье в матче открытия турнира сошлись «Волга» и «Столичная» Динамо. Уже на первой минуте матча Шулинин после подачи углового головой срезал низколетящий мяч в ворота динамовцев. Самый быстрый первый гол в истории чемпионата России. Дальше больше и невероятнее. Шокированные динамовцы разводят с центра поля, который моментально перехватывает волжане. Мукинди, обограв защитника, протискивается мимо Шулина и поражает пустые ворота. 0-2 на третьей минуте. Абсолютный рекорд. Правда, удержать преимущество «Волги» так и не удалось. Уже к концу первого тайма на табло «Горелле-2-2». В составе «Динамо» отличились Касаев и Воронин. Ремонт в Руси продолжается. Как рассказали нам в дирекции муниципального заказа в городском дворце культуры и кино «Русь» проводятся плановые ремонтные работы. Основное, что предстоит сделать строителям, это капитальная замена электропроводки во всем здании. Согласно графику, работы в кинотеатре продлятся до ноября. Сейчас закрыт малый зал и в фойе учреждения. На сеансы люди проходят с торца здания. Большой же зал закроют только тогда, когда будет отремонтирован малый. Так что без остросюжетных кинопремьер горожане не останутся. Кстати, о киноновинках городского дворца культуры и кино «Русь». На экраны вышел долгожданный фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж». Говорят, картина понравится тем, кто был в восторге от трансформеров. Маленьким горожанам придется по душе анимационный фильм «Турбо». Об улитке, которой надоела неспешная жизнь и медленные разговоры с соседями, и которая больше всего мечтает о скорости. К слову, этот мультфильм в ноябрье идет с субботы, в то время как официальная премьера в России намечена только на 18 июля. В ближайшие дни на экраны выйдет продолжение анимационного фильма «Гадкий я» из «Мурфики 2». И это далеко не все премьеры, которые ожидают ноябрьцев. Из более такого ожидаемого и интересного, наверное, стоит отметить фильм «Росомаха бессмертный» с бессменным Хью Джекманом в главной роли. Это продолжение истории людей с необычными способностями, которых мы уже знаем по трилогии фильма Люди Икс. Любителей острых ощущений мы ждем на премьеру кинофильма «Заклятие». Очередная история о паранормальном явлении, которая основана на реальных событиях, рассказывающих о жизни семьи, которая проживала в доме вместе с привидениями как добрыми, так и злыми. И это была завершающая информация о выпуске. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы магазин «Потис Антверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 16 июля в Салихарде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, температура 19 градусов тепла. В Муравлёнку преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура 26 градусов выше 0. В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура плюс 27. Продолжение следует...